Данное видео досуга только для совершеннолетних. Если вам нет 18 лет, это видео немедленно выключите. С вами психолог и таролог Любомир Богоявленский. Приветствую вас, Машенька. Мы с вами лично не знакомы, но мы беседовали в интернете. И так как у вас очень непростая ситуация, в режиме видеодиагностики я делаю вам расклад. Я уже его сделал. Сейчас я буду его интерпретировать. Пару слов обо мне. Меня зовут Любомир Богоявленский. Я дипломированный психолог. Я учился 6 лет на дневном отделении в Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя. В 2020 году я окончила этот университет с красным дипломом с отличием. Я работала 3 года в государственных учреждениях города Киева с тяжелыми психически болеющими, людьми пожилого возраста, людьми с ограниченными возможностями. Это Киевский геретрический пансионат Святошинского района. И это Дарницкий район, цен социального обслуживания Дарницкого района города Киева. Психиатры лечили психически страдающих, а ко мне, как к психологу, они обращались в первую очередь за теми же запросами, что и большинство людей. Это личная жизнь, это счастье-несчастье, скажем, во взаимоотношениях с людьми и так далее и тому подобное. То есть я помогала решать психологические проблемы. У меня есть опыт работы с тяжелыми болеющими, потому что в геретрическом пансионате был медицинский корпус. Там люди лежали, лежачие. Одним словом, я кратко представился с вами, вам. Вот сейчас я работаю частным психологом, плачу налог государству. Я прошел интервизионную группу для психологов. Есть у меня сертификат. Также вот был в этом году в тренинге для психологов. Параллельно двигаясь как практикующий психолог, я искал те реальные практические способы, которые могут помочь клиенту реально справиться с его горем, с его болью. Оказалось, что это непросто в условиях Украины, потому что у нас очень мало хороших психологов. Я недоволен, скажем так, работой большинства своих коллег. Я недоволен уровнем того психологического знания, которое дают студентам наши вузы. Вроде и хорошо, а с другой стороны, проблем психологических очень много. И часто психологи совершенно беспомощны. Не то, что помочь себе, а помочь окружающим людям. Мой метод с помощью карт Таро авторских, он не стандартный. Он не уписывается в классику, скажем, науки. Потому я хочу сказать, что данная консультация, она будет на стыке психологии, с эзотерикой. Для кого-то я не ученый, скажем так, мягко говоря, с ЛГБТ-организацией. Но я от души попытаюсь вам в этом видео раскрыть ситуацию иными глазами. Потому что это ключевая функция моих карт Таро авторских, это проективная психоаналитическая методика. Это посмотреть на ситуацию иными глазами. Но в ту же очередь я призываю вас также к критичности. То, что я буду говорить, не претендует на истину в последней инстанции. Вот так кратко мы познакомились. Но это необходимо было, да, потому что главный для меня принцип – это не навреди. Кратко теперь о вас. Я расскажу пару моментов. Маша. Молодая девушка с высшим экономическим образованием. Человек умный, высокоинтеллектуальный. Я видел Машеньку в сюжете ТСН. Ну, как психолог, как эзотерик, я посмотрел визуально на нее, вот, как она в общении. Очень такая, по-своему, натура романтичная, стеснительная, ну и добрая. Это ощущается без маски добрая, скажем так. Машенька, она мечтала сменить пол с мужчины на женщины, шла к себе, скажем так, этим путем. И вот, свершилась ее мечта. С помощью телевизионной службы новостей ТСН, моего любимого телеканала национального 1 плюс 1. Там был проект специальный, помощь трансгендерам. И ей сделали операцию первую, хирургическую. Ей ставили грудные имплантанты, сделали шикарную, красивую грудь. Вот. Машенька уже где-то 2,5 года, точно не помню, там где-то приблизительно, на гормональной терапии. Она принимает заместительные гормоны, женские, сексуальные. Вот. Запрос Маши таковой, что у нее кризис после вот этого всего, пройденного пути с хирургией, с операцией. Она вошла в долги определенные, и она пребывает в таком кризисном состоянии. И она хочет, чтобы я с помощью ТОРО просмотрел. А у меня фактически, скажем так, иногда я занимаюсь такой благотворительностью, скажем, хоть благими намерениями у себя на дорогу в ад. И если какая-то нестандартная ситуация, то я могу вот в режиме видеоролика бесплатно записать диагностику, как сейчас я делаю Маше. Но она дает мне обратный ответ, что это ее ситуация, она нестандартная. Видеоролик получается очень интересный. Человек, которого показали на телевидении также. То есть я имею от этого свой тоже, скажем, такой плюс. При том, что Маша позволила даже имя ее говорить, что это она, если кто-то ее узнает. И так. Все у нас абсолютно честно. Машенька, я разложила ТОРО, выложила на 9 карт, при том я перетасовала, ну это я всем говорю людям, вот, я перетасовала карты, я ничего не подтасовала, ну как бы не было чего-то, знаете, чтобы я подтасовала, либо что-то такого, нет. Я просто спонтанно выложила. Итак, первый у меня запрос, это причина кризиса этого вообще в целом, что мне карты покажут и что с вами происходит. Второй, как бы вот такой, вторая плоскость расклада, это трансгендерность целого. Вот просмотреть динамику и ситуацию, связанную с вашей трансгендерностью. И также, что высшие силы рекомендуют, как выйти с этого кризиса и вообще итоговая карта. Она уже десятая такая вот, здесь отдельно у меня лежит. Ну, я говорю, что то, что я буду сейчас говорить, это моя субъективная точка зрения, как эксперта. И я надеюсь, что она сможет вам как-то помочь. Машенька, причина этого кризиса, вот, она, конечно, заключается, эта карта мне говорит, в этой операции, в этом переходе, что вы совершаете. Потому что вы столкнулись с болью, вы столкнулись с определенными страданиями. И сейчас вы переживаете даже определенное депрессивное состояние. Во-первых, также я могу сказать о том, что в самом сюжете вы показали святое святых. То есть, вы очень были открыты к этому миру. Я, кстати, тоже очень открытый человек. И такая открытость, она тоже имеет, ну, скажем, такую специфическую обратную медаль того, что к вам могут притянуться какие-то агрессивные люди. Либо социально вы можете получить какой-то негативный, скажем, отзыв даже на той самой работе, либо где-то, либо еще. Вот. Одним словом, все, что вы пережили, это стресс. Это стресс. Очень непростой для вашей психики. Как натура вы, вот я даже сейчас карту вытяну и посмотрю. Вы очень творческая натура. Вы романтичная натура. Вы человек добрый, очень чувствительный. Вы человек по-своему ранимый. И вы человек романтичный. Это без преувеличения. Понимаете? Весь этот переход, он очень непростой, вы это знаете. Перейдем к конкретике. Сейчас идет ситуация, связанная с переходом на практику. Вот я сейчас просматриваю дальше. Трансгендерность. Вообще вопрос трансгендерности. Вы в соотношении с трансгендерностью и в контексте этой ситуации. Вот у вас были представления, мечты и мысли, связанные с вашим переходом. Вы к этому готовились, вы очень мечтали, вы хотели. Сейчас кризис обусловлен тем, что иллюзии, которые у вас были, начали, как, понимаете, песок сквозь пальцы уходить. То есть у вас были определенные иллюзии. Эти иллюзии разбиты. Иллюзий больше нет. Я, как открытый гей, экстрасенс, психолог, эзотерик, философ, поэт, писатель и так далее. Я, понимаете, поддерживаю право каждого человека на смену пола. Это святое святых. Но, как психолог, который изучал клиническую психологию, который видел на своей практике людей, которые реально очень болеют, страдают психически, психологически, физически и так далее и тому подобное. И, как человек, который любит читать и изучать психиатрию. Вот очень интересная книжечка, к слову, я своим коллегам рекомендую. Вот последняя, которую я прочел. Мне она реально понравилась. Такая отечественная. Это психотерапия шизофрении называется. Классная. Ну, это маленький был отступ. То есть, понимаете, солнышко, смена пола – это круто и здорово. Если человек хочет этого, он имеет право перейти. Проблемы смены пола заключаются в том, что наша современная наука очень слабо в этом разбирается и делает плохие условия. Например, в чем плохие условия? Я вас абсолютно не запугиваю, и я, наоборот, я хочу, чтобы ваши мечты сбылись. Но я должен, как психолог сейчас, может, коллег меня не поймет, я должен, понимаете, вас предупредить, объяснить, чтобы, боже упаси, в рядущем не было еще более страшного кризиса и депрессии. Смена пола – это тяжелый крест. Я, как открытый гей, несу свой крест. Жесткий крест, что я облысел от этого креста и посидел, и постарел. То есть это очень тяжелый крест. Тот, кто не был открытым геем, тот не поймет. А это, это идти, знаете, вот через, пробивать себе в стене закрытые двери. Смена пола в Украине, да еще публичных, когда об этом говорится, это еще более такой тоже жесткий крест. Почему более крест? Потому что, как психолог, я могу вам сказать, что самое важное – это наше здоровье. А здоровье наше, понимаете, оно функционирует на уровне автоматизма в нашей биологии и психологии. Когда совершается любая операция, то целостность организма на какое-то время, она, понимаете, нарушается, идет трансформация, этот баланс этой целостности меняется. И когда вы совершили этот шаг хирургии, вы вступили, понимаете, вот в полной уже мере, вот в этот крест трансгендерности. И вы должны научиться этот крест нести, и чтобы он не был таким тяжким и болезненным для вас. В чем же этот крест проявляется? Ну, в первую очередь, это боль. Знаете, психологически мы можем готовиться к боли, но наша психика тяжело на эту боль реагирует физическую. Нам тяжко от этого. Вы должны готовы быть и не бояться к боли. Потому что, к сожалению, я говорю, это не в трансгендерности дела, это дело в науке. После операции на грудях пройдет 6-7-8 лет, больше-меньше, и вам придется еще раз, а может и два при жизни, а может и три, ложиться под нож хирурга. Потому что я изучал вопросы, связанные с имплантами в груди. Меня тоже, скажем так, доводила лайтогомофобия, когда я влюбился в натуралов, и они на этих грудях зациклены, понимаете, я уже думаю, хоть в груди себе вшивай, бери, чтобы уже как-то заниматься любовью с этим мужчиной, которого люблю. Но я очень изучила эти моменты, хорошо я, конечно же, это не мое абсолютно, и слава высшим силам. Вот, это не мое, но это ваше, как я вижу, я уважаю. Я вас, то есть, я к чему веду, я вас лучше понимаю. Но вы готовы, рационально должны быть, что у вас еще будет пару операций. Почему? Потому что нет сейчас такого, понимаете, вещества, как бы сказать, вот материала, с которого делаются эти импланты, силиконовые, вот другие, даже качественные, которые будут вообще на 50, на 60, на 70, сколько там биологически терпели на человеку, что они будут настолько рассчитаны. Нет. Такого нет. Наступит тот момент, когда у вас начнутся воспаления, потому что материал будет портиться. То ли протекать, то ли еще что-то произойдет с ним. И тогда будет необходимо жизненно эти импланты вытащить из грудей и заменить на новые. Итак, кто идет на шаг, связанный с тем, чтобы сделать красивые груди, он подписывается на крест, периодически ложится под нож хирурга. Хочется, не хочется. И вступив на этот путь раз, вы будете должны его в целях выживания, по-другому нельзя. Вот. Идти дальше этим путем. Груди после без имплантов они очень некрасивые становятся. Там шрамы и все остается. А уже с этими имплантами оно незаметно будет, если поменять их вновь. Но вы ощутили лично на себе, что это больно, что это тяжело, что это очень непросто. И плюс вы готовы должны быть к тому, чтобы заработать денег, что, ну, может кто-то поможет бесплатно делать вторую операцию, кто-то может не поможет. Вы ощутили реально боль. и теперь вы уже без иллюзий готовы к последующей операции, которая может совершиться, если вы очень пожелаете. Это черт хулахуй так называется, извините, что прямо скажу, да? Притом абсолютно спонтанно вышел, он выпал. Это аркан, видите, это евнух. у него отрезан пенис, яички, отрезаны рога, то есть, ну, ни в коем случае вагинопластика не связана с этим чертом хулахуем, но символически что эта карта символизирует? Она говорит вам, чтобы вы задумались семь раз отмели, один раз отрежь. Сейчас ваше тело и ваша психика с вами беседуют. Уже нет иллюзий. Вы испытали боль и страдания, вы ощутили депрессию из-за потери здоровья на какое-то время, вы болели реальные физические, психологические, беды сошли, какие-то неприятности, что-то связанное, ну, с финансами, там еще какие-то социальные проблемы еще притянулись, понимаете? Ну, люди же у нас быдло, видите, большинство, то есть они не понимают, если человек инакомыслящий, либо он как бы пол меняет, открыт. Это в штуке. И вот как бы потому вы должны прислушаться к себе в этом движении со сменой пола и все четко и ясно, рационально понимать. В большинстве случаев показывает моя скромная практика, потому что я, ну, много транссексуала в интернете, по крайней мере, там есть даже в социальных сетях, такие там делятся своими историями, говорю, что у меня есть подопечные, которые сменили пол, уже полностью все операции сделали, они перешли, всю эту боль прожили, прошли. Вот, есть констатация факта, в связи с тем, что нужно периодически ложиться еще под нож хирурга, если особенно грудина качает, в связи с тем, что трансфобия в обществе зашкаливает, и в связи с тем, что у некоторых из них начинаются проблемы еще, побочные эффекты на всю эту гормонотерапию и идет потеря здоровья, не у всех, в участии да, вот, в связи с этим совсем и плюс личной жизни в участии вообще нет, они констатируют, что качество их жизни ухудшилось еще больше, чем до смены пола, но так как они осознают и осознавали, что это тяжелый крест, который нужно до смерти донести будет, то им намного легче адаптироваться и у них этих кризисов уже не возникает, так скажем много, вы должны солнышко это понимать, я так рассказываю, говорю, говорю, как психолог сейчас эзотерик вас консультирую, не потому, что я хочу запугать либо что-то, потому, что вы как ребенок маленький, я когда смотрю вас, ну, это как подросток 30-летний, понимаете, бегает, улыбается и не понимает, насколько очень непростой путь предстоит дальше, предстоит непростой, как жить дальше и с этим кризисом справиться, говорить, выговориться, ну, вы можете мне выговориться и просто найти себе специалиста и эксперт. Дальше, это определиться, принять свой крест и обратиться к врачам, к медикам, также периодически нужно будет обращаться, то есть вы будете связаны с медициной, с врачами, ну, да многие люди болеют и связаны, но не горячитесь сами, нужно четко пройти все эти комиссии и все эти процедуры со сменой пола. Ну, и дальше вам нужно найти ту помощь и защиту от высших сил, которая будет вас оберегать. Это могут быть духовные практики, это чистки, я провожу их слову, это еще психологические методики, тоже список Робинзона. Вам нужно себя защищать и беречь, эта карта показывает, и относиться максимально реалистично к тому, что происходит. И тогда, тогда, естественно, в вашей жизни вы обретете мир, любовь и согласие. итоги, определитесь с тем, что вам хочется, определитесь с тем, что вам нужно. Не питайте иллюзий. Видите, на этой карте черт дрочит в чашу. Что это означает? Карта очень многогранная. Это черт хуй гаил, князь Бесовский. Высших наслаждений ада, ждет награда тех, кто дьяволу сужил, хуй гаилу угодил. Это у меня с карт книги описания идет. То есть вы должны понять до конца, вам нужен пенис и яички или они вам не нужны. Мы живем в объективной реальности. Можно спориться и сказать о том, что наша субъективная реальность, она детерминирует эту объективную реальность. Где критерии, чтобы различить? Критерии это боль, это страдания физические, это потеря здоровья. Понимаете? Определитесь и поймите то, что вам нужно. Как мужчина вы были очень красивы. Я как гей, я вижу красоту мужчины и красоту женщины. как мужчина намного, не то, что намного, но вы были очень красивы. Вы были красивенны мужик. мужчина, вы делаете переход, вы тоже симпатичная женщина, но ваша красота физическая уступает этому красивенному самцу молодому, каким каким были вы. Я говорю это не потому, что я хочу вас расстроить или еще больше кризис вогнать. Нет. Я просто объясняю то, что проблема этой смены пола может заключаться в том, что не было того человека, который бы вам сказал, что мужик вы были потрясающе красивый. Не было той девушки либо парня, который бы вас безумно любил как ребенка маленького, потому что тот мужчина, которого я видел, показывали вас там на видео, это такой понимаете юноша в 30 лет, такой наивный мальчишка, которому дико не хватает любви, секса, который с его красотой и интеллектом, как и большинство, к сожалению, в этом жестоком мире мужчин, оказался никому нафиг не нужен, понимаете, абсолютно никому, и вы начали этот переход, насколько вы от него будете счастливы, вы боретесь за эту идею, я уважаю эту идею, я говорю, что как психолог, многим эта смена пола спасает жизнь, но они принимают крест, даже некоторые инвалидности, до конца дней быть инвалидом, как эта инвалидность проявляется, проявляется в том, что болит тело, болит оно после операции, после всего этого, боли, мучения, кризис, депрессия и страдания, проблемы с кровью начинаются, участие, она сгущается, образуются тромбы постоянно, нужно следить, чтобы эти тромбы, понимаете, нормально рассасывались, и так далее, то есть, это крест, который нужно нести, мое солнышко, а в связи с этим возникает проблема второй половинки, потому что не мужика нормально не получается, знаете, потому что, извините, ну, эту вагину новую, я прямо так говорю, немножко, может, грубо, я не хочу вас обидеть, нужно трахать, понимаете, мужику, а если, ну, не каждую вагину там, после этой смены пола нормально можно трахать в наших условиях, в смысле, в каком качестве она сделана, понимаете, от этого нужно получать оргазм, и так далее, и тому подобное, и не все лесбиянки хотят, если только узнают, что человек менял пол, встречаться с этим человеком, понимаете, и штукает время, и тут еще за 40 лет уже новые болячки начинаются, потому что потихоньку старение приходит, нужно сидеть на препаратах, на лекарствах еще, и постоянно ходить к врачам, чтобы сидеть за кровью, за уровнем гормонов, и так далее, и тому подобное, и физическая боль от операции, потому что раз вставил плантанты, нужно второй, третий, четвертый раз это делать, то есть может получаться так, что качество жизни еще будет ухудшаться, то есть и до смены пола, вот на вас красивенного, тогда еще мужика не хотели обращать внимание, после смены пола может быть то, что на вас тоже не будут обращать внимание, просто вы будете как женщина, никому не интересны, не нужны особо, ну конечно друзья они будут, и вот эта реальность очень суровая, но я не хочу, понимаете, не подумайте, что я хочу как психолог вам сделать больно, либо вас расстроить, это суворая реальность, и потому, что реальность такая суворая, и все эти иллюзии разбиваются и пропадают, такой высокий уровень суицидальности у трансгендерных людей, потому что когда это все совершалось, и был переход, и была борьба за переход, вот, и в итоге это оказывалось иллюзиями, очень серьезными, сейчас перед вами выбор, вы должны решить для себя, как вы хотите двигаться дальше, что вы хотите, это перестройка, кстати, карта выпала, вы хотите идти дальше как женщина, пройти этим путем, я вас поддержу, если вы захотите, вам надоест эти ипланты вытащить и как бы прекратить гормонотерапию и вернуться к уровню мужчины и решить те проблемы кризисные, что есть у вас и были, найти вторую половинку, переосмыслить жизнь и бытие в этом мире, я, конечно, как психолог могу вам тоже в этом помочь, все то, что сейчас происходит, мой дорогой, это голос высших сил, голос судьбы, голос вашего тела и разума, нужно все переосмыслить, вы на перекрестке сейчас и выбираете, куда идти, что один путь тяжелый, что другой тяжелый и непростой, потому что это возвращение назад, откат, он тоже может здоровье подорвать, но еще не поздно до конца, понимаете, решите для себя, что вам нужно, не питайте иллюзий, есть смена пола, это вопрос жизни и смерти, вам нужно стать женщиной, при том, что вы написали, что вы бисексуальны, ну как бы вот, если это вам жизненно необходимо, то я уважаю и поддерживаю, если вы хотите вернуться в образ того красивого принца, молодого красавца, которым вы были, я тоже это поддержу, все имеет свои плюсы и имеет свои минусы, жизнь человека в этом мире, она очень драматично непроста, но мы должны даже до конца обрести свою веру в высшие силы, и понимаете, дойти до вечности, а жизнь после смерти существует, и мне очень нравится та теория эзотерическая, что жизнь это ад, понимаете, мы уже жили в прошлой жизни, нагрешились, и нас в это измерение адское отправили, это первые уровни ада, и вот мы так страдаем сейчас, мучаемся, понимаете, но не можем совершать суициды либо что-то, потому что нельзя отсюда убежать, кто убегает, в низшие уровни ада отправляются, потому что бытие в этом мире имеет свой смысл, каждый из нас несет свой крест, только когда мы его пронесем, мы отмучимся, у нас есть шансы выйти с этого уровня ада, вы красивый человек, красивая девушка, вы тот человек, которого есть своя харизма, вы обретете ваше счастье, какой бы вы не сделали выбор, я как мастер вас пойму и поддержу, извините, если какие-то мои слова могли как-то вас ранить, либо сделать больно, я это не хотел, но, понимаете, мне необходимо было вас проинструктировать и вот так сами откровенно поговорить, потому что я хочу, чтобы вы были счастливы, а большинство экспертов, конечно, я знаю, что ничего говорить не будут, потому что они это не поймут до конца, большинство из них, и тому подобное. Поверьте в себя, чтобы выйти с этого кризиса, вы должны не бояться боли, если вы идете этим путем, вы должны готовы быть к боли, вы должны готовы нести тяжкий крест, потому что вы потеряете часть вашего здоровья, и биологически, и психологически, такова расплата, такова цена за этот переход, потому что наука несовершенна. Жизнь преисполнена страдания, но проходя эти страдания, мы становимся сильнее и счастливее, потому я желаю вам света, любви и тепла. Маша, я за вас помолюсь этой ночью, у меня такие часы, когда я просто молюсь за своих клиентов, говорю, высшая сила, помоги тому имя клиента, вот тому, вот тому, сегодня буду просить высшую сила, чтобы она благословила и помогла вам, Машенька, мира, любви и добра, с уважением, мастер, Любомир Богоявленский.